Здравствуйте! В эфире местные новости. О событиях дня, которые произошли в Крамыскалах, Благовещенске, Языково, Чешмах и Голиной Кушнаренково расскажем сегодня. Смотрите в выпуске. Экологическая акция прошла в Благоварском районе. В Иглинском районе продолжается реконструкция парков. И в селе Савалеево завершилось строительство хоккейной коробки. В Иглинском районе продолжается реконструкция и благоустройство парков. Работы проводят в Парке Победы в Иглино, Валатарке, Тавтиманово, Улутиляке и Акбердино. На реконструкцию Парка Победы в Иглино в рамках программы «Городская среда» выделили 18 миллионов рублей. На сегодняшний день рабочие монтируют забор и продолжают выкладывать брусчаткой центральную аллею. Также готовы места под спортивную и детскую площадки и постаменты под обелиск воинам, погибшим в горячих точках. А у мемориала участникам Великой Отечественной войны идут работы под установку памятника неизвестному солдату. В Аллатарке до конца года планируют закончить строительство детской площадки, арки и уличной сцены. В Тавтиманово идет благоустройство площади перед зданием сельсовета и близится к завершению строительства детского сада. Также по обе стороны от обелиска журавли появятся мемориалы с именами земляков, ушедших на фронт. Живая изгородь, клумбы и газоны. Сейчас уже готова информационная доска с бегущей строкой и флагштоки. Урок, посвященный Дню народного единства, прошел в 4-й школе Благовещенска. Главной темой классного часа стало расширение и углубление знаний учащихся о событиях истории России, связанных с борьбой русского народа в период польско-литовской интервенции. Студенты Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа рассказали детям о понятии родина, а также поведали об исторических фактах, предшествовавших появлению этого праздника. По завершению мероприятия библиотекарь Елена Бажина рассказала ребятам о книгах, в котором можно более подробно прочитать о самом празднике и истории его возникновения. В селе Савалеево завершилось строительство хоккейной коробки. Ее сделали в рамках программы оснащения открытого плоскостного спортивного сооружения. Средства на строительство выделили из республиканского и федерального бюджетов. Общая площадь хоккейной коробки составляет 800 квадратных метров. Также на площади установили скамейку для запасных и сделали освещение по периметру. Сейчас дети и взрослые с нетерпением ждут зимы, чтобы испытать свои коньки. В Чешминском районе определили лучшего комбайнера. Им стал механизатор компании Нерал Чешмы Радик Богданов. За этот сезон он намолотил около 30 тысяч центнеров зерна. Родился и вырос Радик в деревне Новая в семье колхозников. Отец – механизатор широкого профиля. Брал маленького сына к себе помощником комбайнера. В хозяйстве Нерал Чешмы Радик работает третий сезон. Первый же год достиг хороших результатов, за которые его отметило правление хозяйства. А уже на следующий год механизатору доверили штурвал нового комбайна Акрос. Экологическая акция «Мы за чистое село» прошла в Благоварском районе. Работники администрации учреждений района прошлись по обочинам от центральной улицы села Коп-Покровка до трассы М-5, а также по объездной дороге от трассы до села Языково. Участники акции собрали накопившийся и разлетающийся мусор. Результатом уборки стало более десятка больших мешков с мусором. На сегодня это все новости. Далее переходим к прогнозу погоды. Я благодарю вас за внимание. Смотрите нас каждый день на республиканском телеканале ЮТВ и на сайте utv.ru. Поделиться своими новостями вы можете в наших группах в социальных сетях или рассказать их менеджерам в офисах компании Уфанет. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»